здравствуйте уважаемые друзья с вами Алексей Кузьмичев и в сегодняшнем видеоуроке мы с вами будем работать с таким очень интересным фильтром как пластика в фотошопе я расскажу вам для чего применяется данный фильтр и как с ним работать итак я выбрал для работы вот такую фотографию вы можете загрузить любую слою и также попробовать поработать с данным фильтром и так для чего в первую очередь используется данный фильтр в первую очередь мы будем использовать данный фильтр для редактирования фигуры модели для редактирования различных деталей таких как складки на одежде Также с его помощью можно редактировать черты лица и многое-многое другое. Давайте сейчас на примере посмотрим, как работать с данным фильтром. В первую очередь мы с вами должны продублировать наш основной слой, для того, чтобы все манипуляции, которые мы будем производить с моделью, у нас были на новом слое. В таком случае, если мы что-то даже сделаем неправильно, мы в любой момент можем удалить этот слой и вернуться к исходнику, начать все сначала. Поэтому я вам настоятельно рекомендую все манипуляции производить на новом слое, тогда вы будете застрахованы от различных неприятностей. Итак, создаем дубликат нашего слоя, нажимаем комбинацию Ctrl-J на клавиатуре, и после этого идем в пункт фильтр, выбираем здесь пластику. У нас открывается окошко данного фильтра, и здесь вы видите, слева представлена панель инструментов. В первую очередь нас здесь будут интересовать три инструмента. Первый инструмент это деформация, второй инструмент реконструировать, и третий инструмент это вздутие. С помощью инструмента деформация выполняется большинство действий в данном фильтре, с его помощью вы можете редактировать различные детали, редактировать фигуру и многое другое. Инструмент сдутия у нас используется в основном для увеличения груди модели, а также с его помощью можно увеличить глаза. Ну и инструмент реконструировать позволяет нам стереть все те эффекты, которые мы с вами добавили, если что-то вдруг сделали мы неправильно. Ну и теперь давайте начнем с самого первого инструмента, это инструмент деформация. Выглядит он вот таким вот образом, у него есть три параметра, это размер, плотность и нажим. Если вам необходимо подкорректировать довольно большой участок на снимке, то обязательно берите большой размер кисточки. Не старайтесь аккуратненько все сделать маленьким диаметром, лучше сразу сделать мазочек большой кистью, тогда у вас изменения будут накладываться очень плавно, и у вас не будет видно резких переходов там, где вы работали при помощи кисточки. Поэтому в данном случае, вот сейчас я попробую взять диаметр кисточки побольше, плотность ставим примерно на 20 и нажим на 20. Данные настройки я вам тоже рекомендую, так как они позволяют очень плавно накладывать эффект, и вы следите за результатом, и в данном случае с такими настройками очень тяжело испортить нашу фотографию. Поэтому лучше всего поставьте вот настройки в районе 20 плотности нажима, тогда вам будет гораздо легче работать. Ну и давайте теперь начнем редактировать платье модели, можно даже кисточку взять еще побольше. Вот таким вот образом смещаем платье в правую часть. Как видите, у нас также тянется и фон, поэтому следует с данным инструментом быть очень осторожным и накладывать мазочки очень аккуратно, так, чтобы фон у нас выглядел естественно и не было некрасивых на нем растяжений и переходов. Так, и то же самое немножечко с этой стороны мы сделаем. Вот, как видите, сейчас здесь у меня идет и рука вместе с платьем, поэтому ее надо будет дополнительно потом подкорректировать, чтобы все выглядело хорошо и красиво. Для того, чтобы руку возвратить к исходному состоянию, возьмем диаметр кисточки поменьше и вот таким образом возвращаем исходную параметры для руки нашей девушки. Еще даже чуть-чуть можно увеличить, вот таким образом. и теперь также подредактируем складки на платье вот здесь, вот, около локтя. Для этого будем брать уже небольшой диаметр, уменьшаем размер нашей кисточки и вот таким вот образом аккуратненько это место заделываем. Так. Как вы видите. Смотрим, что у нас получилось. Так же можно немножечко еще подредактировать платье снизу. Вот здесь. Вот примерно так. Теперь переходим к инструменту вздутия и попробуем подредактировать форму груди модели. У этого инструмента также есть три параметра. Это размер, плотность и скорость. Скорость в данном случае поставим примерно так же на 20 и плотность так же ставим на 20 примерно. Чтобы так же у нас эффект накладывался постепенно и мы могли его контролировать. И теперь с помощью мазочка начинаем вот таким вот образом изменять форму груди. Вот если что-то сделали неправильно, вы в любой момент можете выбрать инструмент реконструировать и просто закрасить те области, которые вам не нужны. Вот таким образом. И теперь опять возьмем сначала деформацию. Вот здесь вот платить немножко ушло. Я его возвращаю сюда. и теперь при помощи вздутия опять поработаем с грудью. Увеличиваем. Вот таким вот образом. Все этого будет вполне достаточно. Ну и также давайте еще я покажу, как можно с помощью инструмента деформации редактировать прическу, сделать ее более пышной и красивой. Вы также берете довольно большой размер кисточки и вот таким вот образом начинаете растягивать волосы девушки. Еще чуть-чуть меньше. Только старайтесь не заходить на лицо, иначе оно у вас так же потащится вместе с волосами и будет выглядеть некрасиво. Поэтому здесь главная аккуратность она в первую очередь будет влиять на результат. Вот так вот. Этого вполне достаточно. Теперь можно нажимать здесь ОК и посмотреть уже на то, что у нас вышло при помощи данного фильтра. Итак, вот как выглядела фотография до применения пластики и вот что у нас получилось после. Также хочу вам дать небольшой совет. Если вы только начинаете использовать данный фильтр, у вас нет опыта работы с ним, то я рекомендую вам работать с каждой отдельной деталью на фотографии на новом слое. То есть, к примеру, вы поработали с платьем, нажали ОК, у вас слой создался, дальше уже на следующем слое работаете с грудью. В таком случае вам будет гораздо сложнее ошибиться и вы сможете в любой момент подкорректировать то, что вам нужно. Не старайтесь сразу все сделать на одном слое, как в данном случае сделал это я. Потому что велика вероятность того, что из-за небольшой ошибки вам придется заново редактировать вашу фотографию. Поэтому обратите внимание на этот очень важный момент. Ну что ж, вот в принципе и все, что требуется вам для успешного использования данного фильтра. Я надеюсь, данный видеоурок вам был полезен. С вами был Алексей Кузьмичев и увидимся в следующих видеоуроках. Субтитры сделал DimaTorzok